Добрый день, дорогие друзья, сегодня я познакомлю вас с жизнью и творчеством Владимира Высоцкого, советского поэта, актера театра и кино, автора и исполнителя песен. Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. С началом Великой Отечественной войны отец отправился на фронт, а мать с сыном переехали в Оренбургскую область, в 1943 году они возвратились в Москву. В 1946 году Высоцкий развелись, мальчик стал жить с отцом и мачехой. В 1947 году они переехали в Германию, куда по службе командировали отца. В школе Владимир Высоцкий увлекся литературой, параллельно с учебой и занятиями писательством он участвовал в театральном кружке. После окончания школы Владимир хотел поступать в театральный институт, но семья не поддержала его, он стал студентом инженерно-строительного института МИСИ, однако уже после первого семестра отчислился и стал готовиться к поступлению в школу-студию МХАТ, летом 1956 года Высоцкого приняли в школу-студию МХАТ, его театральная биография связана главным образом с работой в театре на Таганке. Личный вклад Высоцкого в развитие кинематографа переоценить невозможно, он был и остается культурным явлением, не потерявшим актуальность. Впервые на экране он появился, будучи студентом школы-студии МХАТ, молодой артист исполнил небольшую роль в ленте Сверстницы. За несколько следующих лет он сыграл в картинах карьера Димы Горина, Увольнение на берег, Саша Сашенька, Штрафной удар и Стрепуха. Это были второстепенные персонажи. Со временем режиссеры заметили Владимира Высоцкого и стали приглашать на более крупные роли. Так он сыграл главных героев в фильмах «Я родом из детства» и «Короткие встречи». Уже в этих кинолентах Высоцкий исполнил свои песни. Популярность пришла к актеру в 1967 году, после роли радиста Володи в картине «Вертикаль». В фильме прозвучали авторские песни Высоцкого «Вершина», «Песни о друге», «Свои обиды каждый человек» и другие. Следующей значимой ролью артиста стала роль руководителя подпольной группы большевиков Андрея Жаркова в ленте «Интервенция». Вышедшая раньше, чем картина «Интервенция», музыкальная драма «Опасные гастроли» тоже стала ярким событием в культурном пространстве. Специально для этой картины артист написал несколько песен. Игра Высоцкого поражает зрителей своей натуралистичностью, что объясняется не только его уникальным драматическим даром, но и глубинным пониманием трагичности судеб своих персонажей. Образ офицера-белогвардейца-артист блистательно воплотил в картине «Служили два товарища». В ленте «Хозяин тайги» Высоцкий играет роль бригадира артели, который замешан в ограблении. В 1970-х годах у Высоцкого появились кинороли, которые, по мнению критиков, отличались сложным психологизмом и игрой ролей. Среди них, зоолог Николай из фильма «Плохой хороший человек». Образы, воплощенные Высоцким на экране навсегда остались в памяти миллионов людей, за свою кинематографическую карьеру он успел сыграть множество ролей, но самым любимым киногероем Высоцкого для миллионов людей стал, конечно, Глеб Жеглов в многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя». Последним героем Высоцкого в кино стал Дон Гуан из «Маленьких трагедий». Первой супругой Владимира Высоцкого стала актриса Иза Жукова, они познакомились на первом курсе школы студии МХАТ, поженились актеры в 1960 году, однако семейная жизнь продлилась недолго. Во время съемок в картине 713-й просит посадку Владимир Высоцкий познакомился с актрисой Людмилой Абрамовой. Несколько лет они прожили в неофициальном браке, Высоцкий долго не мог развестись с первой женой. Наконец, в 1965 году Высоцкий и Абрамова поженились. К тому времени у них было уже два сына, Аркадий и Никита. Формально Высоцкий и Абрамова находились в браке до 1970 года, но в действительности супруги перестали жить вместе раньше. Третьей женой Владимира Высоцкого стала иностранная актриса Марина Влади. Они познакомились в 1967 году. Несколько лет артисты виделись урывками, живя на две страны, Францию и СССР, зарегистрировали брак Высоцкий и Влади в 1970 году. Актриса надолго стала музой и надежной опорой мужа. При жизни Высоцкого его песни не получили в СССР официального признания. В 1968 году в печати была развернута кампания по дискредитации его музыкально-поэтического творчества. Вплоть до 1981 года ни одно советское издательство не выпустило книгу с его текстами. Цензурные ограничения частично были сняты только после смерти Высоцкого, когда вышел в свет сборник его поэтических произведений «Нерв». С постоянными творческими перегрузками Высоцкий боролся разгульным образом жизни. Здоровье артиста с годами все больше стало его подводить. 25 июля 1980 года Владимир Семенович Высоцкий скоропостижно скончался. После смерти Владимира Высоцкого ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, присуждена государственная премия СССР, за создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме «Место встречи изменить нельзя» и авторское исполнение песен. Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку, очень приятно читать ваши положительные отзывы о моих видеоработах. Желаю, чтобы вашей постоянной спутницей была удача, пусть она приносит успех в делах, оптимизм в душе, искренность в чувствах, уверенность в жизни.